Почти 80 лет отделяют нас от победы в Великой Отечественной войне. Войне, которая затронула каждую семью, каждый дом. Войне, которая унесла миллионы жизней, оставила сиротами сотни тысяч детей. Мы бережно храним эту память. Каждый год 9 мая мы встречаемся у обелисков. Никто не забыт, ничто не забыто. В первый день объявления о всеобщей мобилизации Бийский военкомат получил более 500 заявлений добровольцев с просьбой об отправке на фронт. Всего же из Бийска ушло воевать около 25 тысяч человек. А в Бийск полетели сотни солдатских писем. Не меньше месяца живем в лесах, возле костров. Разъяренный враг жгет и уничтожает все на своем пути. Много убивает мирных жителей. Скот весь угоняет. Наша часть отбила у немцев 4 деревни, которые они не успели сжечь. 14 пушек, много пулеметов. Писал бийчанин Афанасий Беззубов в январе 1942 года. В апреле того же года он погиб. Здравствуй, Дусик и Сержик. Сегодня исполнилось 6 суток в пути, но конца его не видно. Сейчас находимся в 140 километрах от Москвы. За последние дни мы видели много неприятного, но писать я этого не пишу. Целую крепко. Так писал бийчанин Артемий Толстиков. 22 июля 1941 года. Сегодня потомки участников Второй мировой войны пришли к мемориалу славы. У мужа дед, воевал всю войну, прошел. Он снайпером был на Курской дуге. И поранили его. И комиссовали в 1944 году. Это мой отец, он воевал под Москвой, под Сталинградом, навалит второй группой. Сейчас его нет живых. Царство ему небесное. Что-то он рассказывал вам о войне? Вы знаете, на удивление, ничего не рассказывал ни про войну, ни про то, как воевал. И вообще ничего не рассказывал. И военные фильмы не смотрел. Очень тяжело пережил войну. Мой прадед Казмин Иван Герасимович родился в 1922 году. Был признан на войну в 1941 году, 23 июня. Служил в звании гвардии сержант. В 1945 дошел до конца, победил всех врагов. Также он получил орден Красной Звезды. У меня отец погиб в 41-м. Как его звали? Александр Владимирович. Особо разведывательный полк был. Он был комиссаром. Ну, у меня воевал, получается, дед, но он без вести пропал. А вот дядька, он здесь. Поэтому цветочки мы приходим, постоянно кладем. Решедших возложить венки к Вечному огню значительно меньше, чем в прошлые годы. Возможно, это связано с тем, что нет колонн Бессмертного полка. Колонны Бессмертного полка в этом году нет. Но бичане нашли выход. Во многих окнах учреждений выставлены фотографии наших земляков, участников войны. Под музыку песни Александра Александрова «Священная война» По площади пронесли копию легендарного знамени Победы. Мероприятие, посвященное празднику, началось с парада. Кадетский корпус, юнармия, сотрудники МЧС России и военной части 3484 «Чеканя шаг» прошли по улице Советской. Кадетский корпус, юнармия, сотрудники МЧС России и военной части 3484 Наш город внес значительный вклад в общее дело. Победа ковалась как на фронте, так и в тылу. В Бийск было эвакуировано 11 предприятий. Среди них электропечь, продмаш, малмаш, котельный завод. В послевоенное время эти предприятия стали основой бийской промышленности. Также к малоизвестным фактам относится и тот факт, что в нашем городе было развернуто 25 военных госпиталей. Несмотря на то, что город небольшой, он смог разместить эти госпиталя у себя. Причем госпитали занимали порой один, занимал сразу несколько зданий, рядом не располагавшихся, разнесенных в разные части города. Здесь он мог один госпиталь размещаться. Эти госпитали приняли и, скажем так, обслужили, реабилитировали 200 тысяч раненых и больных военнослужащих Красной Армии. Бойцов, командиров, политработников. 140 тысяч было поставлено на ноги. Для Натальи Левашовой 9 мая 2024 года стал особенным днем. Ей вручили орден Красной Звезды, которым во время войны был награжден ее дед. Я ощущаю, конечно, гордость за своего деда, за то, что он прошел всю войну до Дрездена. Ну, еще, конечно, как сказать, не очень ловко от того, что мы когда-то это потеряли. И никто не знает, при каких обстоятельствах, как это случилось. Но, слава богу, что есть такие люди с добрым, отзывчивым сердцем. Орден был утерян, и вот его обнаружили в Рубцовске. Благодаря стараниям членов милицейского клуба семейная реликвия вернулась. Члены нашего милицейского клуба и совместно с ветеранами МВД города Рубцовска, вместе с сотрудниками Краеведческого музея города Рубцовска, было установлено, что этим орденом был во время войны награжден лейтенант Левашов Георгий Иванович, проживавший в городе Бийске. После этого мы приняли меры Краевского родственников и установили, что в городе проживают его внучки. К сожалению, с каждым годом уходят ветераны и труженики тыла. Но все еще остаются те, кто может поделиться воспоминаниями о войне и тяжелом послевоенном времени. Это вот где-то 44-й, я уже помню. Стали приходить инвалиды, вот без ноги. Я хорошо помню Родионов, пришел Николай, вот. И поэтому войну-то. А вот День Победы не помню. Почему-то не он выжил. У нас пока дошло. У нас ни радио, ни света, ни газета. У нас, наверное, через месяц к нам дошло, что победа-то. Я так думаю. А послевоенные годы они были тяжелые, голодные? Конечно. Ну вот в чужую деревню ходили, вот в пятый класс я пошел в чужую деревню за 10 километров. Ну что мог ломать? Хлеб с картошкой в колыванке, мука черная натрет в картошку, хлеб потом как кирпич, три кушка молока и на недельку в деревне вот с братом жили на квартире у старухи. Холодина, кизяк один бросит, мы на печке вокруг ее. Трудно, но как-то ходили. У меня сейчас и свиньи машины, я говорю, сейчас смотришь, детей не повезли в школу, а до школы три километра. А мы 8-10-30 морозу на лыжи и поддавали в пятый. То ли поколение маленькое, другое было нет. Традиционно в этот большой праздник для нашей страны печане смогли возложить венки в память павших, в память тех, кто отстоял независимость русского народа. Рядом с драмтеатром работала полевая кухня. Здесь взрослые и дети смогли отведать солдатской кашей и сладкого чая, приготовленного в военной части 34-84. Скажи, как каша тебе? Очень вкусная. А что ты знаешь о войне? Началась в 1941-м, закончилась в 1945-м. Кто у тебя из семьи вы его? Продедушка. Помню девчат, зоритихи и снова, девичий смех не смолкает никак. Первая Женя в строю Камелькова, скромная Галя, боя четвертак, Рита Овсянина, Бричкина Лиза, Сонечка Гурвич, эх, горе, война. В топи болотные шли без каприза, вёл за собой его всех старшина. Важно хранить память о самой кровопролитной войне, передавать из поколения в поколение, не забывать тех, кто ценой своей жизни боролся за право жить свободно, и тех, кто неимоверными усилиями и тяжелейшим трудом в тылу приближали победу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова